Добрый день, уважаемые зрители программы «Русский мир. Люди и страны». Я Равид Гор. Я приглашаю вас узнать немножко больше о Мексике и о тех людях, которые живут в Мексике и изучают там русский язык. И я позвал в качестве гостя нашей передачи одного из представителей этой группы. Его зовут Бернардо. Бернардо, добрый день. Добрый день. Бернардо изучает русский язык и вполне неплохо на нем говорит. Бернардо Галкер является писателем из Мексики, проживает в столице, в городе Мехико и изучает русский язык довольно долго и говорит на нем очень хорошо. Итак, Бернардо, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, почему вы решили изучать русский язык, находясь так далеко от России. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что мой день из Украины. Мы с ним не познакомились, но все равно это влияло в мой интерес к русскому. Так, когда мне было 13 лет, я пошел в институт иностранных языков и я начинал учить русский язык. Вот, там учился примерно 4 года, 1 час в неделю, а потом я самостоятельно учил русский язык. Вот, потом у меня была девушка из России и вот у нас отношение длилось 5 лет. И вот я с ней практиковал, я поехал в Россию, там тоже практиковал язык. И, ну, это вообще причина, из-за которой я начинал учить русский язык. А еще есть другая причина. Из-за того, что у меня дед из Украины, я всегда хотел узнать побольше и подробнее о истории России, Советского Союза. И вот, ну, чтобы понять лучше и подробнее, надо знать местный язык, да, читать оригинальные материалы авторов из этих стран, вот. Получается. Да, ну, я хотел бы сказать тоже еще, я хотел переехать в Россию. Да, вот, хотел переехать в Россию, и, ну, чтобы переехать в какую-либо страну, надо, по-моему, изучать язык страны, да? Таким образом, русский язык для вас стал инструментом познания мира через изучение истории России, истории Советского Союза, верно? Да. И напомните, как давно вы учите русский язык, у вас отличная речь, и вас легко понимать, как вам это далось, сколько лет вам это пришлось потратить на изучение языка? Ну, я бы сказал, чтобы говорить прилично, примерно 5 лет, я бы сказал так. И, ну, тоже, мне очень помогло, что мои русские знакомые исправили меня, когда я говорил, например, я помню, когда я был с моей девушкой, ну, с моей бывшей девушкой, она слышала, как я произносил слово «пыль», да, «пыль», и я не смог, я произносил так, «пыль», 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 «пыль». Вы второй человек, который за последнее время мне говорит, что звук «ы», он очень сложный для изучения в русском языке, и его очень сложно произносить. А вообще, это говорят практически все. Для меня это немножко странно. А какие еще сложности были в изучении русского языка? Может быть, падежи и склонения глаголов и существительных, может быть, в этом были трудности? Ну, да, понемножку. Вообще, я думаю, что понимать логику падежей – это можно быстро и скоро, но это одно – понимать логику, и другое – это употреблять речь, да. То есть, надо очень долго говорить, очень, ну, читать много, по-моему, и все равно бывает, что если не постоянно практикуешь и не постоянно читаешь, или есть, не знаю, периоды, при которых не общаешься на русском, то есть чуть-чуть собираешься. То есть, по-моему, это 90% практика и 10% понимать логику. А как же вы решаете эту проблему, находясь так далеко от России? Где вы находите собеседников? Только через интернет? Ну, не только через интернет. Есть здесь, в Мексике, в городе Мехико, живут, думаю, я не знаю точно, но я когда-то прочитал, что живут 11 тысяч русских в городе Мехико. То есть, есть люди здесь, в Мехико, с кем можно говорить. Вот, у меня есть друзья из России, которые живут здесь. И вот, с ними мы не общаемся, ну, обычно. Но я, 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 четыре года назад, я с ними общался очень обычно. Они были у меня долго в гостях. То есть, ну, можно найти здесь людей, с кем общаться. А еще есть школа при посольстве Российской Федерации. И вот, ну, студенты этой школы гуляют по улицам, по паркам. То есть, можно найти русских в городе Мехико. Возник у меня такой вопрос, используете ли вы ваше знание русского языка для того, чтобы черпать информацию, ту, которую вы не можете получить из местной прессы, на испанском, на английском. Читаете ли вы новости на русском языке, сравниваете ли вы информацию, полученную? Ну, я бы сказал, что я читаю, конечно, например, статьи русских, ну, российских журналов, российских сайтов. И тоже я, ну, у меня есть знакомые, которые работают с журналистами, там, например, на Украине, в России. То есть, да, конечно, пользуюсь русским языком, чтобы изучать новостей, информацию и так далее. Скажите, та информация, которую вы черпаете из новостей на русском языке, отличается ли от той информации, которую вы можете прочесть, получить в местной прессе? И насколько сильно? Ну, я бы сказал, что есть, ну, сильно, но не очень. Потому что у нас есть, например, есть левые журнали, и вот там есть писатели, которые очень сильно пытаются изучать из российских, как сказать, источников, да? Вот из-за российских источников они стараются изучать, да? Но большинство журналов и телеканалов здесь, в Мексике, вообще повторяют все, что является каналом США или Европы. То есть, отличается примерно так. Так как отличается от европейских и американских телеканалов и журналов, вот так и отличается от российских здесь, в Мексике. Скажите, вы писатель, а о чем вы пишете и помогает ли вам знание русского языка черпать в чем-то вдохновение? Ну, я пишу о Советском Союзе, о коммунизме. Я пишу, ну, только что написал мою диссертацию, и она про кризис на Украине. То есть, обязательно читать на русском, читать то, что написано на русском, чтобы правильно и тоже, как сказать, аккуратно и, ну, забываю слова, но... Корректно, может быть. Что? Правильно, аккуратно, корректно. Ну, корректно, да, и подробно тоже, потому что, если кто-то не знает русский язык, мне кажется, что этот человек вообще не может правду о странах, где все люди говорят на русском, найти. Да, вот это мое мнение, да, язык, не говоришь на языке местных, не можешь понимать всю правду, вот. Скажите, пожалуйста, наверное, вам приходится сталкиваться с тем, что вы знаете о России и русских гораздо больше, чем знают люди, которые окружают вас. И, возможно, вам иногда приходится вступать в споры и что-то объяснять, разъяснять. Бывает ли такое? Ну, да, и вообще, ну, я бы сказал, что я даже, может быть, знаю о России больше, чем несколько русских. Я объясню, почему. Я, ну, поскольку мне известно, большинство русских не были, например, на многих городах России. Я был в Москве, в Санкт-Петербурге, в Красноярске, в Задовостоке, в Улан-Удэ. Я, ну, я знаю всякие российские города. А у меня есть знакомые, которые только были в Челябинске, например, или которые только были в Москве, например. То есть, ну, это влияет тоже в мировоззрение и в понимание России, да? Это одно слышат человека, который живет, не знаю, в Оренбурге, а другое – быть там, в Оренбурге и сам, ну, погибать там и узнать, да? То есть с иностранцами, с теми, которые никогда не были в России, еще есть, ну, разница о понимании России еще огромнее, да? То есть, ну, когда я общаюсь с ними о темах связанных за Россией, вообще это как будто я говорил о другой планете, да? Вот, год назад меня пригласили в университет дать конференцию о кризисе на Украине, да? И были люди, они аспиранты на магистратуру, и они даже не знали, что такое Украина. Где Украина? Что такое Украина? Не знали, вообще не знали. То есть пришлось объяснить, во-первых, что такое Украина, где Украина, и почему важна Украина, да? И вот, ну, я всегда объясняю, ну, по этому поводу я стараюсь объяснить, что история Украины, история России – это не как история Мексики, например. Вот есть, например, люди здесь, например, посол, который говорил, что ситуация между Россией и Украиной очень похожа на ситуацию между Мексикой и США. И вообще, с моей точки зрения, никак заравнивать это состояние. Это неверная аналогия, правильно? Что? Это неверная аналогия. Нет, 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 абсолютно нет. Это, ну, я всегда начинаю объяснять это. Ну, понимаете, что Россия и Украина были та же самая страна 30 лет назад. 30 лет назад они были та же самая страна. А Мексика и США, ну, они никогда не были одной стороной, да? Мексика никогда не была частью США и наоборот. И вот люди по поводу кризиса, например, по поводу Крыма, например, думали, что Украина находится очень далеко от России, что в Крыму русских нет. То есть вообще это не совпадает с реальностью, да? То есть надо объяснить, что есть, ну, как сказать, ну, история, которую этой страны разделяют. Есть общая история у этих стран и у Крыма, и у Украины с Россией. Общая история есть, вообще надо говорить о этих странах, как будто, ну, понимая, что они были одной страной не только при Советском Союзе, а при Российской империи и дальше с самыми корнями, да? Ну, вы понимаете. Да. У меня следующий вопрос. Вы сказали, что вы защищали диссертацию, дипломную работу. А по какой специальности? Что вы изучали? Международные отношения. Международные отношения. Да. А как будет называться книга, которую вы пишете? Ну, я сейчас работаю на трех книгах. Я пишу на английском и на испанском. То есть не знаю, как перевести... Тогда просто о чем? Ну, о чем? Один, это история коммунизма, и стараюсь объяснить, почему коммунизма не было в СССР. Я понимаю, что много людей в России и в бывшем Советском Союзе понимают, что в СССР коммунизма не было. Но в других странах мира, особенно в Западе, это не понимают. Они думают, что там был коммунизм, и что из-за того, что распался Советский Союз, это доказательство, что коммунизм не работает и невозможно. То есть я хочу объяснить, почему там коммунизма не было, почему распался СССР. И мне трудно объяснить тематику книги полностью. Но моя цель с этой книгой, это чтобы люди, по крайней мере, понимали, что там коммунизма не было, что там не распался коммунизм, а распался только государственная система, сделана коммунистами. Вот так. Понятно. А знание русского языка вам как-то помогает в жизни? Может быть, в работе, может быть, ну кроме учебы, изучения истории? Ну, я раньше работал в Министерстве иностранных дел, и я там попал тоже из-за того, что я говорю на русском. Я работал там недолго, потому что мне работать в мексиканском государстве вообще не нравится. И это еще другая, очень подробная тема. Но мне тоже помогает, потому что мне приятно с русскими общаться. Мне очень нравится русская культура, да? Мне очень нравится русская советская музыка. И из-за того, что я знаю русский язык, я могу получше искать эти, как сказать, элементы русской культуры, да? Это одно. А другое, ну, если бы я хотел, я думаю, что я смог бы перевести тексты и так далее. Может быть, на речи я забываю слова, и вот получается, что мой словарный запас очень ограничен. Но, когда я пишу, я могу искать слова, я могу потихонечку писать, и вот поэтому тоже получше. Ну, если бы я хотел, я думаю, что я мог быть переводчиком. А еще, ну, есть такое состояние в разных странах мира, где есть русские. Много людей переехали из России и из бывших стран Советского Союза в Сапад, в Латинскую Америку, особенно в Аргентину. И вот дело в том, что местные, которые знают русский, если они хотят, как сказать, дать сервис, который требует знания русского языка, ну, придется соперничать с русскими или с бывшими гражданами стран Советского Союза. И, ну, это вообще очень трудно, потому что никто знает русских лучше их. Иногда их много, например, в США. В США, мне кажется, что есть около 3 или 4 миллиона... Больше. Что? Больше. Больше? Я не знаю точные цифры, но есть миллионы. И вообще, если кто-то там хочет перевод или нужно нанимать людей, которые знают русский язык... Есть много русских, есть много украинцев, есть люди из разных стран бывшего Советского Союза. И вот с ними очень трудно или практически невозможно соперничать. Скажите, пожалуйста, вы были несколько раз в России, а когда это было, и какие у вас впечатления остались от визита? Ну, первый раз был почти 12 лет назад в Москву и в Санкт-Петербурге. Мне очень там понравилось. Моя мама помогла мне с этой поездкой, она оплатила, и она ожидала, что я бы разочаровался. в России, потому что я всегда говорил, что я хотел жить в России, что я люблю Россию и так далее. И она всегда слышала, что там в России люди очень бедные, и что они, ну, как сказать, будут украсть мою одежду и так далее. Нет, она так слышала, и она так говорила. Так, она ожидала, что я бы посмотрел реальность и больше не хотел быть в России. Ну, 12 лет назад было сильно хуже, чем сейчас. Я думаю, если бы сейчас ваша мама здесь побывала, или вы сами, вы бы увидели совсем другое, все гораздо богаче и лучше. Я знаю, потому что такое более-менее было в 90-х. И вот я всегда говорю людям, смотрите русские фильмы «Брат» и «Брат 2». И вот там вы можете посмотреть, как было там в России 20 лет назад, например. Но это 20 лет назад, это не сейчас. Сейчас это совсем по-другому. И вот так я поехал в Россию, в Москву, мне очень понравилось, мне очень понравился тоже Санкт-Петербург. Потом я поехал, думаю, полтора года после первого визита, я поехал в Москву и в Оренбург. Моя бывшая девушка жила в Оренбурге. И мне тоже очень там понравилось, очень. Потом 10 лет, 8 лет мне посвящало Россию. И зимой 2014 года я поехал в Санкт-Петербург и в Москву опять. И вот я, ну, мне кажется, что в течение 10 лет было много изменений там в России. Вот, например, последний раз, когда я был, было намного больше машин, намного больше, ну, как сказать, современнее здание. Я бы сказал, что, ну, пробки, пробки в Москве ужасные. Мы были в пробках иногда 6 часов, 7 часов ужасные. Настолько бедные москвичи, что от количества машин просто невозможно протолкнуться. Ну, и вот после этого я вернулся в Москву в августе 2015 года. И вот был в Москве, в Санкт-Петербурге, в Красноярске, в Дальевостоке, в Улан-Удэе, в Новосибирске, но очень ненадолго, поручить Сокполк, в Иркутске. И вот я там общался с видами, с туристическими рабочими, да, и вот было очень, ну, мне очень интересно. И тоже интересно, что, ну, после того, как начинали санкции, люди, которые не живут в России, ожидали, что там очень, что там люди опять стали бедными, и что было невозможно там жить, да. И когда я был там, ну, да, конечно, люди говорили, что цены стали дороже, и что надо работать побольше, но мне нет впечатления, что люди страдают очень сильно из-за сайта, из-за экономического кризиса, да. То есть, вообще, если что, мне не нравится, что, мне кажется, что каждый год Россия похожа и похожа на совпадную страну. Так мне кажется. Потому что, например, я помню, первый раз, когда я был в Москве, ну, это чувствовалось, ну, я чувствовал, как будто я еще не как в Советском Союзе, но было чуть проще, меньше машин и так далее, да. А вот, когда я поехал два года назад, ну, это был Новый год, да, и вообще на ГУМе, например, в Москве, я слышал, ну, те же самые мелодии, те же самые, не знаю, как объяснить, пьезды. Это были как пьяные или шестые песен, и они повторяли, и повторили, и повторили, и повторили, и повторили, и повторили. И это не напомнило, например, торговые центры в Мексике или торговые центры в США. Кстати, Бернардо, вы говорили, что вы надеялись связать свою жизнь с Россией, пожить, поработать там. Вы не рассматривали вариант продолжить образование в России. Россия бесплатно выделяет места для иностранных студентов на бакалавры, на магистра, на докторат. Так что, может быть, вам стоит попробовать поступить в один из российских университетов и изучать там дальше историю? Да, это возможно, но есть много причин, из-за которых я не могу, и я не могу открыто об этих причинах общаться. Хорошо, не будем говорить об этом. Скажите, а какая, последний вопрос мой будет такой, какая тема вас больше всего интересует в российской, советской истории? В чем вы хотите глубоко разобраться, вот конкретно? Ну, конкретно, почему российские граждане думают, что невозможно или не надо возродить Советский Союз? Не все российские граждане так думают. Постоянно возникают всякие движения за возрождение, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Но единства нет в этом вопросе. И мне тоже хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Поэтому будем искать, будем изучать, будем разговаривать и спрашивать. И, надеюсь, каждый из нас независимо найдет ответ. Огромное спасибо за беседу. Было очень интересно. Я надеюсь, не в последний раз общаемся. Я надеюсь, когда-нибудь мы сможем побеседовать здесь, в Москве и записать продолжение нашей беседы. Огромное спасибо и до новых встреч. С вами тоже. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и следите за следующими выпусками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!